Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Одна из знаменитых фигур в истории ислама — Белял ибн Рабах, аль-Хабаши. Да будет доволен им Аллах, первый муидзин ислама, мученик на пути Аллаха, один из первых сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Начиная с первого года хиджры, с минаретов мечети пять раз изо дня в день звучал священный призыв к молитве. Великая честь впервые озвучить Азан выпала именно ему, Белялу ибн Рабаху, да будет доволен им Аллах, пережившему много испытаний на пути Аллаха. Белял, чернокожий эфиоп по происхождению, родился рабом в Мекке. Однажды, будучи 20-летним юношей, он услышал обсуждение мекканцев о новом пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и его послании. Новая религия, где все были равны перед Богом и не было различий между господами и рабами, арабами и неарабами, богатыми и бедными, привлекла Беляла, и он встал на путь истины. Белял был также одним из семи сподвижников, кто открыто заявил о своей принадлежности к исламу, и одним из пяти, над которыми издевались мекканские жители. Он с невероятной стойкостью переносил все жестокие мучения, которым его подвергали. Передано от Абдуллаха бин Масуда, да будет доволен им Аллах. Первых, кто открыто принял ислам, было семеро. Что же касается пророка, мир ему и благословения, то его уберег Аллах от преследования язычников с помощью его дяди, а Абубакра, да будет доволен им Аллах, Всевышний уберег посредством его родни. Остальных же язычники подвергали пыткам, надевали железную кольчугу и оставляли на санцепёке. И от всех язычники добились тех слов, которые хотели услышать, кроме Беляла, да будет доволен им Аллах. Он считал свои мучения ничтожными по сравнению с величием Аллаха. Передали Хаким Абуну Айм. Для хозяина Беляла, Умайи Ибн Халяфа, ревностного язычника, известие о принятии ислама одним из его рабов стало позором и унижением. Разгневавшись Умайя, приступил к истязаниям Беляла, говоря, «Солнце не сядет сегодня, пока мы не заставим этого раба отречься от религии Мухаммада». Меканцы выводили Беляла в пустыню днём, надевали кольчугу и оставляли его на раскалённом песке, пытали его, да ещё клали ему на грудь горячие камни, не давали ни есть, ни пить. Истязатели Беляла кричали, «Вспомни Лата и Узу, идолы Курайшитов». Белял вместо стонов лишь твёрдо отвечал, «Один, один». Однажды, когда Умайя Ибн Халяф публично издевался над Белялом, мимо проходил Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, и выкупил эфиопского раба у хозяина язычника. Так Белял, благодаря своей крепкой вере, избавился от рабства и угнетения. После освобождения Белял находился при пророке, да благословит его Аллах и приветствует, а затем совершил хиджру в Медину, где ему выпала большая честь впервые читать азан. В Мекке, когда Белял повторял «один, один», его никто не слышал. В Медине его голос достигал горизонта. И вот, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение, переселился в Медину, он собрал мусульман на коллективный намаз. Они собирались вместе и дожидались наступления времени намаза. Тогда никто из них еще не призывал на намаз. Однажды они принялись обсуждать, как оповещать о наступлении времени намаза. Одни предложили бить в колокол, как это делали христиане. Другие посоветовали трубить в рог, как это делали иудеи. Но все эти методы не нравились посланнику Аллаха, мир ему и благословение. И под утро следующего дня Абдуллах бин Зайд бин Абдурабихи пришел к пророку, мир ему и благословение, и рассказал удивительный сон, который приснился ему в эту ночь. Во сне я увидел мужчину в зеленой одежде. В руках он нес колокол, и я обратился к нему. «О, раб Аллаха, не продаешь ли ты этот колокол?» Он спросил, «А что ты будешь делать с ним?» Я ответил, «Мы с его помощью будем призывать людей на намаз». Он сказал мне, «Не подсказать ли тебе нечто лучшее?» Я спросил, «А что лучшее?» Он ответил, «Ты говори, Аллах привелик! Аллах привелик! Аллах привелик! Аллах привелик! Нет божества, кроме Аллаха!» Спешите к намазу! Спешите к намазу! Спешите к успеху! Спешите к успеху! Аллах велик! Аллах велик! Нет божества, кроме Аллаха! Затем он помолчал и добавил, А после этого ты повторяешь эти слова по одному разу и говоришь, «Намаз начинается!» Когда я рассказал этот сон посланнику Аллаха, мир ему и благословение, он сказал, «Этот сон окажется вещем, если на то будет воля Аллаха. Ступай вместе с Белялом, да будет доволен им Аллах, и расскажи ему о своем сновидении, потому что его голос выше твоего. Я встал вместе с Белялом, да будет доволен им Аллах, начал говорить ему эти слова, а он призывать людей к намазу». Умар бен Хаттаб, да будет доволен им Аллах, услышал это, находясь в своем доме. Он в спешке вышел, волоча за собой накидку, и, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «Клянусь тем, кто отправил тебя с истиной. Я увидел во сне такой же сон, как и он». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «Хвала Аллаху, это более уверенно». Передали Ахмад, Абу Дауд от Термези. Белял сопровождал пророка Мухаммада, да благословит его Аллах во всех его делах, событиях и войнах. В битве при Бадре между мусульманами и курайшитами от рук Беляла пал его бывший хозяин, Умайя ибн Халяв. В день взятия Мекки Белял первым огласил Азанска Аббе, тем самым первым объявив о ее освобождении. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение, пришел к Белялу, да будет доволен им Аллах домой, и спросил его супругу, дома ли он, и она ответила, что нет. Затем пророк, мир ему и благословение, спросил, «Ты словно гневаешься на него». Она ответила, он приходит и постоянно говорит, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал…» «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал…» «Пророк, мир ему и благословение, промолвил…» «То, что он тебе рассказал обо мне, правда, Белял не лжет. Ты не серди его, ибо твои благие деяния не примет Аллах, пока Белял в гневе». «Передал, ибо на сакер…» «Беляла, да будет доволен им Аллах», прозвали «Муэдзином пророка, мир ему и благословение, а не Муэдзином ислама», потому что он пел Азан только при жизни лучшего из творений. А после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение, он пропел Азан только один раз. После того, как пророк, да благословит его Аллах, покинул этот мир, и его преемником в делах управления стал Абубакр, да будет доволен им Аллах, Белял, да будет доволен им Аллах, несколько раз пытался пропеть азан, но когда он доходил до слов, я свидетельствую, что Мухаммад, посланник Аллаха, его охватывал плач, и он не мог пропеть ни слова. Он пошел к Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, и сказал, «О преемник пророка, я слышал, как посланник Аллаха мир ему и благословение говорил, самое лучшее деяние мусульман – это старание на его пути, то есть джихад». Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил его, «Что же ты хочешь, о Белал?» Он ответил, «Я хочу охранять границу мусульман, пока не умру». Праведный халиф был расстроен, что больше не услышит от него призыв к молитве, но дал свое согласие, после чего Белал, да будет доволен им Аллах, отправился в Шам и находился там, охраняя границу государства мусульман. После этого прошло несколько лет, и в одну ночь Белал, да будет доволен им Аллах, увидел во сне посланника Аллаха мир ему и благословение. Пророк, да благословит его Аллах, обратился к нему со словами, «О Белал, что за холодность с твоей стороны? Не пора ли тебе меня навестить?» Белал, да будет доволен им Аллах, проснулся сильно опечаленным и взволнованным. Его сердце охватил страх. Он быстренько приготовил верховое животное и вышел в путь. Когда он прибыл в Медину, он отправился к могиле посланника Аллаха мир ему и благословение, и, склонившись над ней, плакал. Временами он клал свое лицо на могилу. Его в таком положении застали внуки посланника Аллаха мир ему и благословение, Хасан и Хусейн, да будет доволен им Аллах. Белал, да будет доволен им Аллах, обнимал то одного, то другого и плакал. Они попросили его пропеть азан, как во времена посланника Аллаха мир ему и благословение. Белал, да будет доволен им Аллах, залез на крышу мечети пророка мир ему и благословение и встал там, где он стоял раньше и возвестил Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. После смерти пророка мир ему и благословение ни разу не звучал этот азан. Из жителей Медины при звуке этого голоса охватила дрожь. Он продолжил. «Ашаду илля илляха илля Аллах». «Ашаду илля илляха илля Аллах». Услышав эти слова, Медина задрожала. Белал возвестил. «Ашаду Анна Мухаммада, Расулуллах». «Ашаду Анна Мухаммада, Расулуллах». Все жители Медины и даже девушки, которые никогда не выглядывали на улицу, выбежали на улицу и со слезами стали спрашивать друг друга, неужели посланника мир ему и благословение воскресил Аллах. И не считая дня смерти посланника мир ему и благословение, никогда не было столько плачущих, сколько в этот раз. Эту историю с достоверной цепочкой передачи передали Ибан Асакир и Абу Мухаммад Макдиси, да будет доволен имя Аллах. И это был его последний призыв к молитве, первого муэдзина пророка, да благословит его Аллах, рассекший воздух призывом к истине. Ислам не только освободил Беляла от угнетения, но и вознаградил его за сильную веру и тяжкие мучения, перенесенные на пути Аллаха, скромный сподвижник которого хвалили, а он опускал голову, закрывал глаза, на которых проступали слезы и говорил «Я эфиоп, который еще вчера был рабом». Белял, да будет доволен имя Аллах, умер в возрасте 63 лет, в 20-м году по хиджре Дамаске и похоронен там же, могила его известна и посещаема по сегодняшний день. Да будет доволен им Аллах и не лишит нас его бараката. Амин. Субтитры сделал DimaTorzok